Остается ровно год до начала летних Олимпийских игр, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Подготовка к соревнованиям четырехлетия идет уже давно. Одним из этапов станет чемпионат мира по легкой атлетике. Отбор на него завершился сегодня. С начала недели на Олимпийском стадионе практически без перерыва проходили основные старты для легкоатлетов, которые планируют попасть в национальную сборную. Многие ведущие спортсмены, показавшие высокие результаты в сезоне, были освобождены от выступлений на чемпионате. Но несмотря на это, некоторые из них все же решили принять участие. Приехали в Чебоксары и призеры Олимпийских игр, которые также претендуют на выступление в столице Китая. Слабая репетация. Просто погода сегодня не позволяет. Вроде солнышко, а вот на первой прямой очень сильный ветер. Я начал быстро, а потом у меня тупо ветер остановил, получается, и все. Я в одном темпе побежал. У меня здесь личные рекорды в стадионе здесь поставил в 2012 году. Да и было 30 градусов, и ветра вообще не было. А сейчас как бы и холодно относительно, и ветер ужасный. Но несмотря на погодные условия, Максим Дылдин все же сумел обойти всех соперников в беге на 400 метров. Он первым пересек финишную черту. Среди женщин в этой же дисциплине лучшей стала Ксения Аксенова, которая совсем недавно стала мамой. Это мой первый сезон после рождения ребенка. Поэтому я в этом сезоне рада любому результату. Это был мой четвертый старт за летний сезон. И я довольна. Пусть это далеко от моих личных рекордов, но, как сказал мой тренер, после рождения ребенка все рекорды обнуляются. И начинается новый отсчет, поэтому я сбегала по личному, я довольна. На грядущем чемпионате мира я планирую только эстафету, так как чувствую, что в личном видео мне не хватит сил бороться и конкурировать на должном уровне со спортсменками, которые сейчас на две головы выше меня. Поэтому чемпионат мира будет идеальным завершением этого сезона. Я буду очень счастлива. Если говорить о чувашских спортсменах, то вновь на высоте во всех смыслах этого слова оказалась прыгунью с шестом Анжелика Сидорова. И, возможно, совсем скоро мы увидим ее стоящей на международном пьедестале. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Абрамова, Андрей Шоклев.